Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Генеральный директор компании Apple Тим Кук вчера утром продал акции на сумму 88 миллионов долларов. Тим Кук продал 511 тысяч акций Apple, стоимость которых оценивалась примерно 87,8 миллиона долларов. Орен Баффет также продает акции на сумму 13 миллиардов долларов. Многие очень-очень умные и богатые и влиятельные люди избавляются от акций прямо сейчас. Например, директор Walmart Дуглас Макмиллан продает почти 10 тысяч акций. И многие другие руководители торговых и прочих крупных компаний продают акции. К чему же они готовятся? Я расскажу тебе об этом с помощью простого языка фактов. Ну а в конце я тебе покажу, что может ожидать биткоин перед халвингом. И почему не стоит из-за этого сильно паниковать и тем более избавляться от своих монет? Потому что потом ты об этом очень пожалеешь. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это очень поможет видеороликам в продвижении. Тружусь на ежедневной основе, делаю очень много работы самостоятельно. И мотивация действительно очень нужна. Большое спасибо за поддержку. Итак, генеральный директор Apple Тим Кук продает акции на сумму 88 миллионов долларов. Но что интересно, кроме Тима Кука, еще два сотрудника компании, Де Андрио Брайан и Кэтрин Адамс, продали акции на сумму 11,3 миллиона долларов каждый. Также Уоррен Баффет только что продал акции на еще 5 миллиардов долларов. Но в целом за квартал он избавился от акции на общую сумму в 13 миллиардов долларов. Таким образом, если посмотреть на то, что делают эти богатые люди, они меняют свою стратегию прямо сейчас. Они смотрят на то, что написано на стене. А на стене написано, что у среднего класса большие проблемы. И именно поэтому богатые и влиятельные используют эту возможность. Они накапливают больше и больше богатства, больше денежных резервов, чтобы инвестировать весь этот кэш после того, как на экономику обрушатся все беды мира. Например, вот это беда. Рэй Далио выступил с заявлением, что, по его мнению, в будущем человечество перейдет на трехдневную рабочую неделю. А все из-за искусственного интеллекта. Тогда сколько людей сможет, например, заплатить 1500 долларов за тот же айфон? Вероятно, не так много, как кажется. И Тим Кук об этом знает. Мне рассказали историю из Apple Store в Южной Флориде. Мой знакомый говорил, женщины на стойке, она сказала, что только что зарегистрировала на кого-то новый айфон. И для этого использовала 5 кредитных карт. Они берут 200 баксов с одной карты, 200 с другой, чтобы сложить вместе необходимую сумму. И такие вещи сейчас происходят постоянно. Потребителям приходится очень нелегко. И это говорит сотрудник Apple, который занимается простой реализацией товара. Представь себе такого человека, как Тим Кук, который находится на самом верху. Он точно знает цифры, знает, что происходит в экономике и что будет. Они получают информацию и знания раньше, чем мейнстрим. И когда мы смотрим на то, что они делают, мы видим, что они продают акции. И это неспроста, потому что у потребителей очень, очень большие проблемы. Чиновник ФРС США заявил, что для борьбы с инфляцией, вероятно, потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. Кроме этого, процентные ставки по кредитным картам достигают 26-летнего пика. И если посмотреть на 2008 год во время великого финансового кризиса, то средняя процентная ставка по кредитной карте составляла 12%, а сейчас она составляет 28,05%. И, судя по выражению ее лица, это ее не касается. Она живет в каком-то красивом особняке и совершенно не беспокоится о счетах за следующий месяц. Но когда ты посмотришь на то, что вот такие люди делают с процентными ставками не только в США, а практически везде, то как это все отразится на всех? На малом бизнесе, на ипотечном бизнесе, на недвижимости? Я думаю, что в конечном итоге произойдет то, что ввергнет нас в глубокую-глубокую рецессию. И кто знает, что тогда произойдет с банковской системой. Мы видели коллапс региональных банков. Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic, Credit Suisse, PAC, Vest. А сегодня, например, это Метробанк, который только за один день потерял 28% стоимости. Все эти ситуации происходят каждый раз, когда повышаются процентные ставки, что провоцирует новые проблемы в банковском секторе. Именно это и происходит сейчас. Так, например, ставки по ипотекам с фиксированной процентной ставкой на 30 лет достигли пика в 7,8% впервые с 2000 года. Однако, если у тебя кредитный рейтинг от 700 до 719, платить придется уже 8,7%. Но в настоящее время все большее заявок на получение ипотечного кредита отклоняется по причине недостаточного дохода, желающего оформить ипотеку. Ну, конечно, а кто себе может это позволить? Если ты рассматриваешь дом стоимостью в 500 тысяч долларов и вносишь 6% первоначального взноса, то ежемесячный платеж по данному объекту при ипотечной ставке 8,63% составит 4534 доллара, при условии, что страховка будет самой дешевой. Но на многих рынках страховка в 3-4 раза дороже. Во Флориде, к примеру, такой платеж легко вырастет почти до 5000 долларов в месяц. Если рассматривать рынок жилья в целом, то есть покупку за 410 тысяч долларов, это все равно больше 4000 долларов в месяц. Неудивительно, что ипотечный спрос находится на самом низком уровне с 1995 года. Это даже ниже 2008 года, когда тоже был ипотечный кризис, и это видно на этом графике. Но процентные ставки по ипотеке могут расти и дальше. ФРС продает свои ипотечные облигации, что приводит к росту ставки по ипотечным кредитам. На данный момент ФРС продала только около 10% своих активов. Неприятная ситуация заключается в том, что ФРС США говорит о необходимости, как минимум, еще одного повышения ставки ФРС. Ставка ФРС в 7% может подбросить ипотечные ставки до 10%. Кто же тогда сможет позволить себе такую дорогую недвижимость? Но настоящая катастрофа будет происходить по мере того, как будет меняться рынок труда. И мы уже видим эти изменения. И увидим еще больше. Корпоративная долговая стена, которая возникнет в 2024 году, приведет к сокращению рабочих мест. Рэй Далио, Джейми Даймонд из JP Morgan и Голдман Сакс. Все говорят одно и то же. Они говорят, что люди перейдут на трех или даже полутора дневную рабочую неделю. А все из-за искусственного интеллекта. Рэй Далио сказал о трехдневной рабочей неделе, остальные о полутора. Почему они все это говорят? Потому что они знают, что искусственный интеллект и технологии окажут огромное воздействие на рынок труда. Уже оказывают. Так, например, количество рабочих мест иллюстраторов в Китае упало на 70% из-за искусственного интеллекта. А компания Silicon готовится создать 100 миллионов рабочих мест для искусственного интеллекта в Китае. То есть это минус 100 миллионов рабочих мест для человека. И именно это, как мне кажется, послужит толчком к развитию событий. Goldman Sachs утверждает, что в 2024 году мы начнем наблюдать от 5 до 10 тысяч потерь рабочих мест каждый месяц. Но этот прогноз не учитывает процентные ставки и потребительские расходы. Это не учитывает ничего, кроме корпоративного долга и по процентным платежам по его обслуживанию. Поэтому, как мне кажется, скорее всего в ближайшее время рынок труда испытает сильный шок. И мы увидим ситуацию, в которой акции, скорее всего, сильно пострадают. Мы увидим большие перемены на рынке недвижимости. Сейчас существует большая нехватка жилья. Покупателей больше, чем продавцов. Поэтому цены высокие. Но из-за ставок не так много людей может позволить себе покупать жилье. И поскольку рынок становится все более и более сложным, покупателей будет становиться все меньше и меньше. А продавцов, наоборот, больше. Так что я думаю, что мы вступаем в масштабную передачу богатства. Крайне несправедливую и принудительную. Я думаю, что мы станем свидетелями огромного хаоса. И, видимо, Орен Баффет, Тим Кук и другие продают акции не просто так. Даже SEO, Microsoft избавился от половины своей доли в компании. Так что все эти богатые, состоятельные люди просто начинают продавать, чтобы иметь резервы в кэше. И мы должны следить за умными деньгами, смотреть, что они делают. В ближайшие 90 дней мы увидим множество дефолтов. Мы увидим рост просрочек по кредитным картам, по студенческим кредитам, по автокредитам. Люди будут задерживать арендные платы, ипотечные платежи и так далее. Когда люди начнут путешествовать и тратить больше денег в сезон отпусков, им придется пытаться оплатить эти счета после праздников. И немногие смогут это сделать. Поэтому все больше и больше людей начнут сокращать свои расходы. По мере того, как это будет происходить, мы увидим меньше доступ к ликвидности, а значит меньше трат на стимулирование экономики и еще больше дефолтов. Людей буквально заставят распродать свои активы. А богатые люди, люди, которые сейчас копят денежку, продают, чтобы иметь кэш на стороне, просто выйдут на рынок и заберут все эти активы у этих людей. У, можно сказать, народа. Вот она, принудительная, масштабная и грандиозная передача богатства. Но главный вопрос заключается в том, а что это будет означать для банковской системы, поскольку ФРС продолжит повышать процентные ставки. Мы увидим больше региональных банков, терпящих коллапс. И я полагаю, что это будет гораздо хуже, чем то, что мы видели полгода назад в марте. Silicon Bank, Republic Bank, Credit Suisse и так далее. И знаешь, банки уже к этому готовятся. Крупнейшие банки Америки накопили 3,3 триллиона долларов наличных, чтобы пережить грядущие события лучше, чем остальные. Вчера в видео мы обсуждали долгосрочную перспективу на 700 дней вперед. Однако и на более краткосрочной перспективе допустили поход биткоина до 20 тысяч долларов. И может быть даже ниже. Но сейчас, когда мы обсудили с тобой поведение миллиардеров, ты понимаешь, что мы приближаемся к разворотному моменту для цены биткоина на краткосрочной дистанции. На дистанции в ближайшие 150 дней. И я вижу, что сейчас люди опять начали прогнозировать крах на 60%. Это очень смелые предположения. Но сейчас я хочу показать тебе очень красивый анализ цены биткоина до халвинга. И мы вполне можем ожидать еще одну коррекцию на пути к халвингу. Это было бы логично. Неужели это так просто? Мы наблюдаем повторение 2019 года. Здесь развивается пугающе точный фрактал в этом диапазоне. Но кроме этого, также и фрактал 2021 года. Тройная вершина также отыгрывается здесь. Таким образом, мы видим, что этот медвежий фрактал повторяется и в 2023, и в 2019 году. Который тоже, кстати говоря, был предхалвинговым годом. Потенциально мы видим, что макродиапазон тоже развивается здесь. Очень похоже на то, что мы видим сейчас. Медвежий фрактал действительно имитирует фазу бычьего рынка 2021 года. Мы просто видим тройную вершину, которая приводит к тому, что цена теряет поддержку у основания этого паттерна. Эта поддержка затем превратилась в сопротивление, что привело к продолжению падения. А что, если это происходит в данном цикле прямо сейчас? Итак, в настоящее время мы наблюдаем эту тройную вершину здесь. И если сейчас цена отскочит от этих ценовых уровней, чтобы окончательно сформировать эту третью самую низкую вершину, мы вернемся к отметкам в 25-26 тысяч долларов, которые являются основанием этого паттерна. Если это основание поддержка превратится в сопротивление, мы увидим понижение цены еще дальше, чтобы сформировать наше окончательное дно. Оно может быть в районе 20 тысяч долларов, грубо говоря. Я не ожидаю обвала такого масштаба, как вот здесь, потому что тогда это был черный лебедь. Если мы возьмем это в качестве примера, то этот фрактал приведет нас до 11 тысяч долларов, и я не думаю, что это возможно. Мне кажется, что мы получим меньше откат. Что 20 тысяч долларов это вполне разумный уровень. Если же случится какой-нибудь черный лебедь, мне кажется, что мы все равно останемся в этом макродиапазоне, но не будем возвращаться к предыдущему дну этого медвежьего рынка. Скорее всего, мы сформируем более высокий минимум где-то в районе 20 тысяч долларов, возможно, немного ниже. Но в целом мы останемся в этом диапазоне, никогда больше не возвращаясь к 15,5 тысячам. Я думаю, что это было дно, и я думаю, что мы не вернемся к нему так же, как мы не вернулись к отметке в 3 тысячи долларов в 2018 году. Тогда мы подошли к ней довольно близко с помощью тени свечи, но все равно сформировали более высокий минимум. Это, вероятно, произойдет и сейчас. Таким образом, мы видим фрактал в 2023, 2019 и 2021 годах. Если мы продолжим его отрисовывать, то мы опустимся ниже и продолжим искать поддержку в районе 20 тысяч долларов. Именно на это сейчас намекает эта треугольная структура рынка. Пик ниже предыдущего вот здесь, более высокие минимумы здесь. Мы еще не протестировали эти низы здесь на предмет поддержки, как в прошлом цикле. Тогда было три касания, сейчас было два, и третий должен быть в ближайшее время. Ближайшие 140-200 дней перед халвингом будут иметь решающее значение для закрепления более высокого минимума здесь. Многие люди будут напуганы этим движением и, возможно, продадут все. Важно не оказаться в числе этой психологии стада. Это будет хорошая возможность для покупки, потому что после халвинга, но не сразу, мы все равно увидим продолжение большого роста. В процентном соотношении он не будет таким масштабным, как прошлый, так как пики постоянно сжимаются, но все-таки не хотелось бы продать прямо перед ним. И я с этим полностью согласен. Меня зовут Богатейший Ди, если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о самом интересном из мира криптовалюты и экономики. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok